В белых футболках игроки футбольного клуба «Анапа» – команда, удерживающая одно из лидирующих мест турнирной таблицы. В синих – оппоненты из Славянского района, спортсмены сборной «Нива». Очередной футбольный матч первенства Краснодарского края на Кубок губернатора состоялся на нашем курорте на стадионе «Спартак». Настрой «Анапчан» только на победу, что они и продемонстрировали в первом тайме. Белые не давали сопернику завладеть мячом, открыли счет и довели его до разгромной цифры 3-0. Эмоции максимально положительные, поскольку в первом тайме городская команда «Анапа» показывает очень зрелищную игру. Это очень важно для болельщиков, которые действительно хотят, когда команда раскрывает себя, показывает открытый футбол, зрелищный футбол. Поэтому очень нравится. Я слежу за «Анапой» именно в плане спортивных мероприятий 14 лет. Мне хорошо известно, что «Анапский футбол» переживал хорошие времена, трудные времена. Здорово, что команда вернулась на родной стадион, поскольку «Витязева» – это отличная площадка. Она как будто бы немножко тренировочная. Очень классно оказаться снова на этом стадионе. Белые скандировали с трибун. Победа впереди – поддерживали «Анапчан» болельщики. Неустанно группа из первых рядов выкрикивала «Речевкин», так что запал и уверенность у игроков были на высоте. Но удастся ли им продемонстрировать столь же красивую игру во втором тайме? Впереди еще второй тайм. Команда может раскрыться, показать что-то новое. То, что мы три забили, этого ничего не значит. В принципе, такая напряженная игра и у нас, и у них. Пока оценивать, что второй тайм впереди, может команда что-то еще новое покажет. Тренер в перерыве установку какую-нибудь даст, и все может поменяться. Опасения оправдались. После перерыва игроки «Нивы» изменили тактику. Наконец, открыли счет, догнав оппонента. Однако, в основное время «Анапчане» не уступили сопернику, забив четвертый мяч. Хозяева поля смогли удержать позиции, оставшись лидерами первенства. И теперь продолжат борьбу за кубок губернатора. Первый тайм играли хорошо, второй тайм очень сильно расслабились. Я считаю, что мы не имеем права так делать. И поплатили за малейшее расслабление. В футболе нельзя расслабляться. В целом, результатом, конечно, довольны. Мы потихоньку движемся вверх, остается на своих позициях в турнирной таблице.